САМЫЕ БОГАТЫЕ ЛЮДЫ В МИЛЕ Самые богатые люди в мире. Тысячи миллиардеров и около 9 миллионов мультимиллионеров. Сегодня мы узнаем, как они нажили свое состояние и как предпочитают его тратить. САМЫЕ БОГАТЫЕ ЛЮДЫ В МИРЕ Сегодня в шоу мексиканская мультимиллионерша королева Мыльнахопер, окруженная охраной. Итальянский граф, поднявший свою семью из руин и разбогатевший. Как этот грек сколотил состояние на культурных ценностях. И богатые наследницы из Гонконга, добившиеся собственного признания и денег. Элиза Салинос, одна из самых влиятельных женщин Мексики. Дважды разведенная, мать пятерых детей, она принадлежит к одной из 11 богатейших семей Латинской Америки. И ее состояние — 4,5 миллиарда долларов. Я не верю в неудачи. Не верю в потери. В прошлом успешный телепродюсер, сейчас она производит фильмы. Но в Мексике богатство и успех обходятся дорого. Куда бы она и ее семья не пошли, за ними всегда следует небольшая армия телохранителей. Мои дочери росли в мире оружия, охранников и пули непробиваемых машин. А это нелегко. Мехико — один из самых опасных городов в мире. Здесь каждый год совершаются тысячи похищений детей. Больше похищают только в Ираке и Гаите. Когда мы все вместе, нас сохраняет небольшая армия. Это бывает, по возможности, редко, но безопасность моих дочерей для меня — самое главное. В этом один из недостатков привилегированного положения в такой нестабильной стране, как наша. И я не могу ждать, когда правительство или кто-нибудь еще придет мне на помощь и решит проблемы в безопасности. Охищение детей, богатых родителей — выгодный бизнес. И на их защиту тратятся сотни тысяч долларов. В 1965 году, когда Элиза родилась, мир был безопаснее. Она была единственным ребенком Хуга с Алиной Сыроки и его второй женой Марии. Ее отец владел сетей магазинов электро по всей стране. Там продавались и возможные электротовары. От стиральных машин до телевизоров. Когда я родилась, моему отцу было 60. Он принадлежал другому поколению, мечтал о том, чтобы я закончила школу в Швейцарии, выучила три языка и научилась печь превосходные пирожные. Когда Элиза была 17, ее отец потерял зрение, и все изменилось. Он настоял на том, чтобы она стала его помощницей по бизнесу и водителем. Мой отец был очень известным и дальновидным бизнесменом. Он решил сделать меня своей помощницей, когда началась моя настоящая профессиональная жизнь. В 1993, когда я была 27, Элиза попала в мир шоу-бизнеса. Она делала мыльные оперы для семейного телеканала Тиви Ацтека, которые они приобрели незадолго до этого. 290 миллионов латиноамериканцев, не отрываясь, смотрели эти сенсационные сериалы. То, что я была дочерью известного отца, работало против меня. Люди говорили, эта женщина абсолютно не заслуживает того, чтобы сидеть в этом кресле и учить нас сделать нашу работу. Элиза решила доказать, что ее критики ошибаются, и перестала быть тенью своего отца. Я работала по 18 часов в день. Мыльные оперы были у меня на завтрак, на обед и на ужин. Я без конца читала сценарии, правила их, добавляла эпизоды. В течение 10 лет она произвела 40 фильмов, потратив на это около 200 миллионов долларов. Она мастерски придумывала все новые сюжеты, где обязательно было домашнее насилие и проституция. К 2003 году у нее на Тиви Ацтека в прайм-тайм шло 4 сериала, которые каждый вечер смотрело более 30 миллионов телезрителей. Успех Элизы помог с Алиносом создать телесеть номер 2 в стране и стать вторым по значимости продюсером испанских программ в мире. Их семья – третья из самых богатых в Мексике. Меня очень ободрило, что могу добиваться успеха сама, а не потому, что я дочь своего отца. Это стало поворотной точкой в моей карьере. Далее. Как Элиза хочет перестать защищаться и начать жить простой жизнью? И почему этот итальянский аристократ собирал виноград, чтобы спасти доброе имя своей семьи? Сейчас Элиза Салинос – один из главных мексиканских кинопродюсеров. С дочерьми Александрой Роберто она направляется на съемки своего последнего фильма в туристический центр Вахака, что в 500 километрах южнее Мехико. Они добираются до места на своем частном самолете. Их у семьи целый парк стоимостью более 100 миллионов долларов. Самолеты у меня как с машинами. Мне не так важно, какая модель и что производство. Уже самое – самолетами и яхтами. Главное, чтобы мне в них было удобно, и можно было быстро добраться, куда надо. Куда бы Элиза с детьми направлялась, команда охранников всегда рядом. Я люблю бывать на съемках. Приезжай посмотреть, приезжай посмотреть на рабочую бригаду. Очень важно быть хороших отношений с теми, с кем работаешь. Мне много раз говорили, что у меня материнский стиль. Но для меня это достоинство, которое очень помогает шоу-бизнесу. Этот фильм – музыкальная комедия в одной семье странствующих музыкантов. Бюджет фильма – полтора миллиона долларов. И производит его ее собственная компания «Лиза Саллинас Корпорейшн», основанная в 2003 году. Мне совершенно отдельно от моей семьи бизнес. Я приняла такое решение, это был мой выбор. Когда я начала свою профессиональную карьеру, я уже была независимой. И с моим последним проектом так же, как когда я начинала. Она уже выпустила 25 фильмов от таких блокбастеров, как «Плетеный человек» с Николасом Кейджем, до вот этого, независимого мексиканского. Мы ездили смотреть студии кинопроизводства в Испании. Они и хотят показывать там наши фильмы. По-моему, здорово, да? Деньги важны, особенно когда их нет. Это необходимая база. Деньги позволяют нам многое делать и много думать. Деньги – это очень важно. Элиза до сих пор живет в доме, где она родилась и выросла. Построенный в 1929 году, наценивается в 7 миллионов долларов. Мой любимый дом. Когда умер ее отец, 10 лет назад, Элиза взяла его себе и сделала здесь все по своему вкусу. Она фанатка фитнеса, поэтому здесь появился гимнастический зал, бассейн и открытое место, временной гостиной для ее семьи. Некоторые вещи здесь, старше ее самой. Это полотно подарил мне отец. Фактически, я его наследовала и много лет считала это подделкой. Мы одержали его просто как память, но однажды решили отдать на экспертизу, и тут выяснилось, что это настоящий Пикассо. Это главная приемная комната в доме, и эти фотографии на стенах показывают нашу историю. У разведенной одинокой мамы разнородная семья. Старшая дочь Франческа от первого брака, Александру она удочерила, Роберто и Сильвана родились во втором браке, и последнее прибавление в семье – малютка Мария Анжела. Элиза удочерила Марию Анжелу, увидев ее в новостях. Ее так крупно показали на телеэкране. Это были горячие новости, ее оставили на улице, когда ей было всего 10 часов от рода. И когда я увидела эту малышку в розовом одеяле, я сказала – моя девочка. Элиза – счастливая мама своих дочек. Но она любит тот постоянный вызов, который бросает ей ее работы. Не важно, сколько денег у человека на счету в банке, завтра все может измениться. Важно иметь способность этот счет пополнять. И последнее предприятие – Бразилсул. Роскошный бренд спортивной и плавательной одежды. Магазин находится в престижном районе Мехико, Лас-Ломас. Куда любят приходить богатые люди. Каждый предмет, даже маленький, стоит больше месячного заработка большинства мексиканцев. Каждый хочет, чтобы его товар продавался и бизнес был успешным. Для меня Бразилсул – это вещи, в которых можно пойти поиграть. Элиза – лицо бренда и моделей последней коллекции, которые готовятся к выпуску. Вам это нравится? Мне нет. Потому что здесь надо много фотошопа. Как сказала Синди Кроуфорд, красота – это сила. Мы живем в мире, где встречают подежки, где красота открывает все двери. Этот снимок определенно пойдет, только надо еще подправить свет. Со стороны жизни Лизы кажется превосходной. Но армия охранников Мехико все растет. И ее успех имеет обратную сторону. Моих дочерей уже развилась клаустрофобия. Они хотят жить в нормальной обстановке, гулять по магазину, ходить в кино, целовать своих парней без того, чтобы за этим наблюдали 4 или 5 человек. Элиза мечтает, чтобы ее семья год пожила в Париже, нормальной жизнью, подальше от угрозы похищения детей. Я надеюсь, мои дочери вырастут независимыми женщинами и будут уметь зарабатывать деньги. И я хочу, чтобы они внесли свой вклад в общество, они просто прожили жизнь в удовольствиях и роскоши. С одной стороны, ее богатство – это бремя, но с другой – возможность предаваться своей страсти, создавать новое. Однако с некоторых пор Элизе захотелось более спокойной жизни. Я считаю, что деньги очень помогают найти способ жить полной жизнью, быть счастливым, радоваться каждому дню. Идея поехать в Париж очень с этим связана. Я хочу изменить нашу жизнь, сделать нас более похожими на простых людей, более обыкновенными. Элиза Саллинас мечтает о будущем. А этот итальянский граф мечтал о прошлом. Он миллионер, но не плейбой. Он производит вина мирового класса. У него много друзей в Голливуде, единственное, что помогло ему начать, было его имя. Итальянский аристократ граф Дон Джелазио Гаитане де л'Акила Далагона Лавателле ведет свое родословное с тысячелетней давности. В династии Гаитане были государственные мужи, ученые, философы и даже два римских папы. Джованни Гаитане стал римским папой. Его имя было Джелазиус II, поэтому меня и крестили Джелазиусом. 35 лет назад семья графа Джелазио потеряла почти все, и Джелазио стал мировым экспертом по винам. Обладатель 50-миллионного состояния. Сейчас этот граф-путешественник известен почти так же, как и его клиенты. Граф Дон Джелазио Гаитане был бедным аристократом. Который вернул богатство своему имени. Моя семья – одна из старейших аристократических семей. Всего только около 30 семей могут проследить свое родословное на тысячу лет назад. В 1954 году, когда он родился, его семья жила во дворце в 200 комнат в одном из лучших районов Рима. Это было палаццо Гаитане Лавателли, которое занимало целый квартал. У нас было много слуг. Шофер, который все время намывал во дворе машины моих отца и матери. Повара, которые жили наверху. У нас было двери, они. Я помню, в одной комнате жила Швея. Она никогда не выходила. Но после Второй мировой войны все изменилось. Монархия была упразднена, и аристократия потеряла свой статус и привилегии. Мой отец не зарабатывал, а только продавал нашу собственность. И на это жил. Чтобы выжить, в 70-х семья продала палаццо Гаитане. У них осталась только падающая в цене собственность Варджиано, провинции Тоскана. Это было сотни гектаров виноградников, окружающих палаццо 16 века в 45 комнат. 18 лет же Лазио понял, что не удовольствует с этим наследством, и решил превратить некогда знатные Арджиано в реальное поле для бизнеса. Так началась моя любовь к земледелию, а конкретно к виноделию. И я помню тогда и мечту, что буду делать лучшее вино в мире. Бжелазио понадобилось для этого 20 лет. Но сейчас Арджиано – один из лучших виноградников Италии. Он владеет 40% этой земли стоимостью 100 миллионов долларов, с годовым доходом 15 миллионов долларов. Его Брунелло де Монтельджино может стоить до 200 долларов за бутылку. В отличие от большинства итальянских сортов винограда, этот сорт содержит много танина, поэтому вино с годами только улучшается. Это ставит Брунелло наравне с французскими винами Бордо и Бургундскими, которые можно пить через 20, 30, 40 лет. И поэтому Брунелло стало легендарным. Но легендарным стало не только вино. Публичные номера, такие как прыжок с высоты 3,5 километра с рюмка редкого вина, создали ему славу эксцентричного человека. Имидж — это очень важно. Я играю со своим имиджем. Меня забавляет эта игра, будь то для профессиональных целей или для имиджа как такового. Джелазио также всемирно известный консультант по винам. Он разыскивает редкие сорта вин по всему миру. И представляет их своим богатым клиентам. Ювелирный магнат Никола Булгария — тоже его друг. Это, я думаю, интересно, потому что это Сатерн, не такое, как Шатуакан. Почувствует этот аромат. Здесь абрикос, персик, цитрус. Есть определенные слова, которые я очень не люблю. Одно из них — клиент, другой — маркетинг и еще — работа. Я предпочитаю слово «друг». Сейчас Джелазио в Нью-Йорке навещает друзей. Он пользуется спросом, очень много путешествует. Его комиссионный составляет 20%, и некоторые его друзья и клиенты тратят на это больше миллионов в год. Его европейский шарм привлекает к нему многих знаменитостей. Джордж Клуни, Дон Джонсон, Майкл Дуглас, Валентино. Личная жизнь Джелазио тоже связана со звездами. Романтические отношения связывают его с несколькими гламурными красавицами. Шерон Стоун — моя большая подруга. Как и любой другой, я оценю ее утонченную красоту и сексуальную привлекательность. Она мне очень нравится. Я разыграл карту ее любви к итальянским пинам. Джелазио никогда не отделяет работу от игры. В Нью-Йорке ему надо купить подарок для подруги, и он просит помочь ему одного из своих друзей. У меня есть прекрасная коллекция самоцветов. Как раз для молодой леди. Иногда я помогаю Никола, достаю ему самый редкий винт. Мы обмениваемся услугами, и когда мне надо выбрать подарок для любимой женщины, он помогает мне найти лучший, получший сын. Услуга за услугу. Он помогает мне получить лучший, а также на лучший цену. Так что мы обмениваемся. Вот это. Да. Прекрасно. Небольшая скидка для друга. Конечно. Небольшая компенсация для друга семьи. Спасибо. Джелазио консультирует также других виноделов, и очень многие компании платят за его профессиональные советы. Сегодня он встречается с директором ресторанной сети Серафина. Вины здесь хорошо продаются. Но в этом и проблема. Это Каберне Савиньо. Они внезапно решили сильно поднять цены. И теперь я не могу продавать бокалы. Вам надо что-нибудь другое. 12 долларов в бутылку. Я бы с удовольствием, но цены уже так поднялись. Очень хороший, приятный вкус. Отлично. Сколько бутылок вы продаете? На 10 миллионов долларов в год. Это огромное количество вина. Виторио, у меня есть несколько бутылок вина. Я вам предлагаю их попробовать с удовольствием. Это вино сделано в Аргентине. Оно самое дорогое. Прекрасный аромат. Моё любимое. Давайте проведём эксперимент. Давайте. Давайте. Граф Джелазио Гаитани достиг вершины в своей области и может гордиться тем, что вернул богатство своему имени. Он обеспечил будущее Арджана, последнему бастиону своего аристократического наследства, и в то же время сделал имя самому себе. Быть аристократом сегодня — это просто носить известную фамилию, быть причастным к истории. Я не предаю чьи измерной важности деньгам. Есть люди намного богаче, но я им не завидую. Я очень дорожу тем, что имею. Далее. Как этот человек разбогател на греческой культуре. Смотрите далее, как эта азиатская наследница отказалась от лёгкой жизни, чтобы всего добиться самой. Но сначала владелец художественного салона понял, что рай может приносить прибыль. Этот юрист в области недвижимости сколотил мультимиллионное состояние, вложив деньги в пятикомнатный отель на далёком греческом острове. Некоторые воспринимают меня как неофициального посла Греции. Это понятно, потому что сегодня моя продукция известна во всём мире. Димитриас Циторос превратил свою любовь к древности и истории в современный коммерческий бренд, создав стиль жизни высокого класса. Его уникальный небольшой отель на высоком берегу греческого острова до сих пор самое излюбленное место богатых и знаменитых. Сейчас Циторос хочет, чтобы его имя запечатлелось в истории. Мультимиллионодолларовый бизнес Димитриуса начался с простого отпуска. Летом 1968 года он направил свой парус на вулканический остров Санторини, в самом сердце Гейского моря. На Санторини было всё. Это очень романтичное место, его история навалилась мне на плечи. Это был такой личный момент. Именно тогда я влюбился в этот остров и почувствовал, что со мной здесь произойдёт что-то особенное. Это было в 1968 году. А в 1973 я приехал сюда с женой, показал ей это место и сказал, «Если тебе здесь нравится, я на тебя женюсь». Димитриус перевёз свою молодую семью на этот остров и построил здесь прекрасный дом. Высеченный на каменистом обрывистом берегу, он полон самых разных картин, мебели и скульптур. 40 лет Димитриус коллекционирует предметы старины, которые объединяет одно – Греция. Эта ваза датируется 500-м годом до н.э. Эти блюда 19 века использовались в церковном служении. Это просто чудо. Посмотрите, как её одежда колышется ветром, её прическа, платье, в которое она одета. Можно сказать, что это русалка, хотя она не русалка, иными словами, без рыбьего хвоста. С того момента, как она моя, я её виртуально обожаю. Это одна из моих самых любимых вещей. И я зову её «Моя маленькая куколка». Я счастлив, что она у меня есть. Она чудесная. Любовь Димитриуса к искусству и история началась в Афинах, когда он был ещё ребёнком. Часто бывал там по воскресеньям, иногда оставался в музее совсем один. И я думал, как было бы здорово, если бы каждый грек имел у себя дома какую-нибудь маленькую старинную вещь. Каждый день она бы заставляла думать об этой маленькой стране и той цивилизации, которую эта страна дала миру. Он родился в богатой, родовитой греческой семье. В 19 веке эта семья внесла свой вклад в победу Греции в войне за независимость и поэтому стала самой почитаемой в стране. Его отец был выдающимся юристом и судьёй, и он учил Димитриуса чтить семейные ценности. Мы с ним спорили. Он считал, что я слишком активен в бизнесе, и говорил, Димитриус, лучше иметь доброе имя, чем большой счёт в банке. Димитриус пошёл по стопам отца и поднялся на вершину греческой юриспруденции. Начинал он с морского законодательства, а потом стал специалистом по недвижимости и интеллектуальной собственности. Очень много работал, но мне это нравилось. Заработанные деньги я тратил на свою страсть. Коллекционирование. Его коллекция уже не помещалась в доме на острове. И в 85-м году он купил старинное здание на Санторине, где продолжал складывать свои бесценные раритеты. Три года спустя он открыл здесь маленькую гостиницу. Никогда не думал, что стану хорошим хозяином гостиницы, но со временем я им стал. Не знаю, хороший ли я бизнесмен, потому что на эти же деньги я мог бы увеличить количество гостиничных номеров. Но я решил остаться с этими пятью уникальными комнатами. Увлечённый изучением греческого искусства, Димитрис выработал свой собственный стиль дизайна интерьеров. Комната Нуриева оформлена картинами и скульптурами, посвящёнными этому великому танцовщику. Портретная комната раскатывает историю любви лорда Байрона к Греции. А в океанической комнате висит оригинал Пикассо стоимостью полмиллиона долларов. У Димитриса была уникальная идея – создать первый в мире эксклюзивный отель. Со стоимостью номера тысячи долларов за сутки он привлекает клиентов из высшего общества. Джанни Версачи, знаменитый дизайнер одежды, в 1989 году снял его гостиницу на месяц и тем самым навсегда изменил жизнь Димитриса. Мы стали друзьями, он почти каждый вечер спускался ко мне домой и готовил еду вместе с моей женой Ангелой, а потом мы вместе ужинали. Это было фантастическое время. И однажды он мне сказал, ты юрист? Хватит работать юристом, ты ведь дизайнер. Я ответил, я не знаю, я знаю только то, что уже сделал. Вот это тебе и надо продавать, ответил он. В возрасте 40 лет Димитрис оставил выгодную юридическую карьеру и полностью посвятил себя дизайну и гостиничному бизнесу. При поддержке Версачи отель стал модным брендом и престижным местом для отдыха. Димитрис начал оформлять аксессуары для гостиницы. На каждом предмете есть его торговый знак с греческим венком. Первые клиенты, которые приезжали, спрашивали меня, вы продаете полотенца? Я отвечал, нет, я их не продаю. И они говорили, о, как жаль это слышать. Вам стоило бы подумать об этом. Этот разговор вдохновил Димитрисы. Люди не только любят эту гостиницу, они хотят покупать для себя такие предметы интерьера. Так у Титориса появился свой собственный бренд. Сейчас он продает все. От вас до ювелирных изделий, конечно, полный набор полотенец. Это принесло ему миллионы. У меня бывают клиенты от президента республики архиепископа до простого студента, который пришел купить брюшку для своей любимой. Димитрис издает ежегодный журнал с рекламой своих последних новинок, а также с фотографиями отеля. У него нет имейла или каталога, и цены нельзя посмотреть нигде. Его международные клиенты имеют возможность заплатить столько, сколько понадобится. Мои изделия можно найти и в Белом доме, и в Ватикане, и в Букингемском дворце, и в Королевских дворцах Испании, и в Токио, где японская принцесса покупает у нас вещи для Королевского двора. Димитрис постоянно востребован как дизайнер. Ему доверили изготовить эти девять статуй, которые будут стоять в ходу в новое казино в Афинах. Понадобится три года, чтобы сделать эти статуи стоимостью полтора миллиона долларов. Так, ребята, это окончательный план касательно Муса, и я думаю, получится чудесно. Имейте в виду, что они будут размером с человека примерно 180 сантиметров. Все эти скульптуры будут сделаны из настоящего золота, а эти полностью из бронзы. Димитрис вывозит свои дизайнерские вещи по всему миру, но сливки мировой моды и шоу-бизнеса до сих пор приезжают сюда отдыхать. Это альбом, где мои гости оставляют свои записи и рисунки. Конечно, Версачи, среди прочих, и много греческих друзей. Он сделал здесь несколько чудесных рисунков. Смотрите, какие милые. Какое чувство юмора. Это Маскина. Мне она очень нравится. Он нарисовал здесь сердечко. Это было сразу после того, как он придумал этот стильный образ. Подпись сердца. Мне кажется, это прекрасно. Самое последнее – это Жан-Поль Готти. Это нарисовано в прошлом году. Он сказал, что здесь просто рай. Он очень хотел бы опять приехать сюда со своими последними моделями. И, конечно, что я очень люблю – это она на Москуре. Ее просто не может здесь не быть. Это ее фотография, и она нарисовала здесь свой автопортрет. Фантастика. Это двор в очень хорошем состоянии. Превосходно. Сейчас, когда ему 60, Дмитриус доверил гостиницу своей старшей дочери Элене. Как человек дела, он очень внимателен к деталям. Он очень требовательный. У него свой собственный ритм, и иногда тем, кто рядом, трудно за ним поспевать и быть с ним наравне. Но этот путь всегда захватываешь. Циторо сделал 400-миллионное состояние, продавая собственное видение идиллического стиля жизни. Но несмотря на свой огромный коммерческий успех как дизайнера, он остается уверен своей первой любви – коллекционированию предметов греческого искусства. Я всегда любил коллекционировать вещи. И поэтому я все это собрал и продолжаю собирать. Я не в состоянии остановиться, это невозможно. Даже если бы мне некуда было это складывать, я бы продолжал покупать их, потому что мне это необходимо. Я мечтаю об этом. И поэтому я счастлив. Димитрис хочет создать наследство, которое выдержит испытания временем. Он строит на Санторини частный музей стоимостью 40 миллионов долларов, где будут выставлены эти бесценные раритеты. Со временем люди начнут платить, чтобы посмотреть эту необыкновенную коллекцию. Еще ребенком я любил собирать исторические вещи, и я хотел бы все это оставить людям. Пусть меня запомнят как настоящего грекка, который любил свою страну и старался что-то ей вернуть. Димитрис Циторос сделал состояние на своей любви к древности. А эта гонконгская наследница, напротив, заработала свои миллионы на чувстве современности. Джози Хо, одной из самых популярных лиц в Азии. Она модель, рок-певица и киноактриса. В Гонконге ее знают с самого рождения. Нравится мне это или нет, но я родилась в присвете рампы. Родившись в фантастически богатой семье, она упорно работала, чтобы выйти из тени своего отца. Однако роскошь, изобилие, любые игрушки, какие только могла пожелать маленькая девочка, развили в ней хороший вкус и умение жить красиво. Так хорошо. Дай мне побольше страсти и сделай более твердую осанку. Джози никогда не работала исключительно ради денег. Конечно, я была очень счастливым ребенком. Я настоящий баловин судьбы. Все это богатство меня поддерживало. Никогда не гоняясь за деньгами, Джози может позволить себе быть на пике моды. Мне это нравится. Мне интересно, как вы носите эту сумку, потому что к ней приделана перчатка. Вообще-то можете носить вот так. Если вы сильно кого-то ненавидите, можете неожиданно ударить его по голове. Быть родом из богатой семьи, при этом войти в шоу-бизнес, было для меня очень непросто. Может быть, у вас и больше возможностей, чем у других. Но вас всегда знают, как чью-то дочку. Стэнли Хо. Самый успешный бизнесмен в Гонконге, прозванный король азартных игр, был владельцем всех казино в окрестностях Макао более 40 лет. Стэнли Хо обладает 7-миллиардным состоянием и занимает 104-е место среди самых богатых людей мира. Джози – одна из 18 детей. Мой отец любил быть на виду. Он мог взять меня и моего брата, и мы шли гулять по улицам. Люди показывали на нас и говорили, «О, смотрите, это должна быть его дочка, это, наверное, его сын». И мне это очень не нравилось. В этом было что-то роковое. Не знаю почему, но я не хотела называться просто дочерью Стэнли Хо. С тех пор я всегда пыталась как-то отделиться от моего отца, хотела сделать что-то сама. Сразу после школы Джози проявила упрямство и начала карьеру певицы. Она попробовала себя во всем, от канта попа, электроники до панк-рока. Выпустив пять альбомов, она достигла успеха и независимости, которые так жаждала без помощи отца. Мне кажется, я начала любить музыку в три или четыре года. Я читала биографию Мадонны и хотела себе такую же жизнь. Главное, я действительно собиралась стать певицей. И я хотела уехать куда-нибудь, где меня никто не знал, начать развивать свой талант и посмотреть, что я смогу сделать, чего смогу добиться. Это была моя детская мечта. Джози применила свой талант также в модельном бизнесе в кино. Сначала она играла эпизоды из кунг-фу в боевиках, но потом доросла и до драматических ролей. Международную известную Джози приобрела в 2006 году, когда ее фильм «Изгой» попал в номинацию на престижную награду «Золотой лев» на Венецианском кинофестивале. Я наконец стала именно Джози Хо, не дочь Стэнли Хо, в тот момент, когда мой фильм попал в номинацию. Я подумала, наконец-то меня считают талантливой. Смотрите далее, как хорошо подкованная Джози достигла успеха в моде. Богатые люди мира. Гонконг. Плотно населенный, быстро растущий город. Немногие жители могут позволить себе больше, чем квартиру. Обеспеченная Джози владеет целым домом и садом в самом престижном районе. Этот дом стоимостью 10 миллионов долларов разделяет с нее ее муж Конрой Чан. Раньше он играл в группе, был рэпером. И он так же, как и она, страстный коллекционер. Эти фигурки мои любимые, одни из любимых моего мужа. Кристофер Волкин из «Короля Нью-Йорка». И Аль Пачино из «Лица со шрамом». Это очень ценная коллекция. Я думаю, на аукционе она будет стоить около 10 тысяч долларов. Одежда Джози занимает в ее доме три комнаты. У нее есть наряды на все случаи жизни, более 300 пар обуви. Для меня обувь – это фетиш, я на ней помешан. Все эти туфли я ношу. Эти стилеты. Для красного кора, для фотосессий. Ипотечные зимние сапоги, сапоги, туфли, туфли. Вот и для панк-рока. Я надевала их всего один раз, и мне кажется, я до сих пор еще в случае их надеть, и когда-нибудь найду обязательно. Они очень милые. Ее спутники тоже живут в роскоши. Уни, Бобо, Винбин, Локко, Слим, Белли и Джуп-Джуп – самые избалованные любимицы в Гонконге. Сидеть. Это не просто мои собачки, это мои дети, мои малыши, у них семеро. С ними не соскучишься, они очень дружелюбные, ласковые, им всегда хорошо. Люблю просто смотреть на них, когда прихожу домой после трудного дня. Вот эти сорванцы, еще мой муж, это те, кого я хочу видеть. Несмотря на то, что Джози отделяет себя от своей семьи, она непрочь насладиться всем тем, что может иметь дочка-миллиардера. 30-метровая яхта ее отца стоит в престижной гавани Гонконга, место, которое стоит 200 тысяч долларов в год. Это для семейных круизов. Мы обычно собираемся здесь, когда я не работаю. Летом мы много плаваем здесь с друзьями, обычно собирается 30-40 человек. Мы отдыхаем, загораем, катаемся на водных лыжах, дурачимся, резвимся. Вот так мы развлекаемся. Весело. Это как мы собираемся. В 32 года Джози все это имеет. Она наследница мультимиллиардного состояния, но ее амбиции не ведают конца. Зарабатывать деньги стало уже для меня необходимостью. Не знаю, может быть, вы назовете это зависимостью, но я хотела бы зарабатывать намного больше. Будучи актрисой в Азии, в Гонконге, много денег не заработаешь. Надо ехать за границу, на Запад. Поэтому я планирую поехать за океаном. Смотрите в следующий раз. Он сказал, «Майкл, ты должен купить эту гору». Как умерший отец помог заработать этому мексиканцу миллионы. Как переезд из Ливерпуля в Афлориду обогатил эту леди моря. Я, правда, не знаю, сколько у меня штук. Как эта христианская семья заработала миллиард на жареных курах. Христос хотел, чтобы мы были здесь. Это турецкий уличный мальчишка, который сделал богатым донор-кебаб. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова